Марка Cadillac переживает глобальное обновление линейки седанов и одновременно омолаживает семейство мощных V-моделей. Так, сразу в топ-версии показан среднеразмерный Cadillac CT4, который приходит на смену Cadillac ATS. Машина построена на той же платформе Альфа, что и предшественник. Передняя подвеска типа McPherson, задняя многорычажная. Основной привод задний, но есть и полноприводные варианты. Колесная база, ширина и высота остались практически неизменными, а вот в длину седан прибавил более 11 сантиметров. В моторном отсеке тенденции противоположные. Если уходящий ATS-V оснащался V-образной битурбо шестеркой, то у новой модели CT4V двигатель всего лишь четырехцилиндровый, и несмотря на турбонаддув, отдача упала более чем на полторы сотни лошадей. И до уровня заряженных Mercedes-AMG и BMW M теперь не дотягивает. Механической коробки передач у Cadillac больше нет, предусмотрен только десятиступенчатый автомат. На рынок CT4V выйдет в следующем году. Но производство седанов запустят в Мичиганю уже осенью, и вероятно, что менее мощные версии увидят свет раньше топовой. Мощной V-модификацией обзавелся и новейший бизнес-седан Cadillac CT5. Как и в случае с младшей четвертой моделью, ее техническая начинка разочарует поклонников прежней модели CTS-V. Если раньше под капотом заряженного Cadillac стоял компрессорный V8 6.2 от Corvette, то мотор нового седана CT5V – это почти стандартная трехлитровая шестерка, форсированная на смешные 20 лошадиных сил. Внешний вид изменился мало. Адаптивные амортизаторы получили спортивную настройку. Динамические характеристики пока не раскрыты, но уровень предыдущей модели, выстреливавшей до сотни за 3,7 секунды, явно не будет достигнут.